В общем-то, первое, с чего, наверное, следует начать этот рассказ, это с определений. То есть, о чем мы будем вести речь. Прежде всего, согласно современному определению, в государственном стандарте антибиотики это препараты, либо подавляющие рост, либо уничтожающие микроорганизмы микробного, растительного, либо животного происхождения. Ну вот, собственно, этим определением мы и будем пользоваться. Причем я время от времени буду действительно ссылаться на то, что есть препараты, которые будут нарушать это определение. То есть, более того, большая часть современных антибиотиков прямого природного происхождения не имеет. И они в большинстве случаев являются либо полностью синтетическими препаратами, либо как минимум полусинтетическими. То есть, это производные на базе каких-то природных соединений. Но, тем не менее, вот стандарт гласит именно такое. Ну, начнем с небольшого экскурса в историю. В общем-то, ну, если кто-то знает, то привычным определением считается это Александр Флеминг, который открыл пенициллин. Ну, на самом деле, история антибиотиков началась достаточно прилично до этого. Ну, не будем вдаваться в истории Средневековья, когда было обнаружено, что некоторые виды зеленой плесени, если ими посыпать рану, то рана лучше заживает. Ну, просто потому что каких-то нормально документированных остатков этого просто не сохранилось. Поэтому, один из, пожалуй, первых, одно из первых упоминаний об антибиотиках – это работы итальянского ученого-микробиолога Бартоломео Гозио, который, работая с грибком пенициллином, обнаружил, что определенные продукты жизнедеятельности этого грибка могут подавлять рост бактериальных сообществ. То есть, ну, история умалчивает, как именно он это обнаружил, той красивой истории с Флемингом, о которой мы еще поговорим, мы упоминать не будем здесь. Но, тем не менее. Но Гозио не сумел выделить, собственно, действующее начало, хотя сумел получить действующий препарат, который подавлял достаточно эффективно рост. На тот момент весьма актуального возбудителя – это бациллус антрацинс, возбудитель сибирской язвы. То есть, сибири язвенные бациллы рост свой прекращали. И, соответственно, организм уже мог попытаться их победить. Но, правда, до медицинского использования его изобретения не дошло. То есть, это осталось не более чем научным достижением. Поэтому продолжим движение. Итак, 899 год. Это Эмерлих и Лоу обнаруживают, что продукты жизнедеятельности псевдомонос циопиогенос, то есть, на данный момент, правда, у нее немножко другое название, это псевдомонос аэрогеноза, или русский вариант – синегнойная палочка. На данный момент, кстати, это один из, пожалуй, наиболее серьезных возбудителей внутрибольничных инфекций. И ей принадлежит, кстати, своеобразный рекорд. Лет примерно 5 назад проходила достаточно интересная публикация о том, что в Смоленске, в Институте антимикробной химиотерапии и антибиотикорезистентности имеется штамм синегнойной палочки, на которой не действует ни один антибиотик из их коллекции. Ну, думаю, можно представить себе масштабы, какая у них коллекция антибиотиков. Так вот, Эмерлих и Лоу сумели получить препарат, который также оказывал антимикробную активность, подавлял рост бактерий при попадании препарата на питательную среду. И они назвали этот препарат под торговой маркой пиоцианаза. Кстати, в общем-то, действительно, по современному определению это будет считаться антибиотиком, хотя здесь есть нюанс в том, что пиоцианаза не является каким-то индивидуальным веществом. Пиоцианаза – это смесь продуктов жизнедеятельности, причем достаточно пестрая. Следующий, про кого нельзя не упомянуть, это, соответственно, выдающийся немецкий ученый Пауль Эрлих, микробиолог, и, соответственно, его помощник Альфред Бертхайм, которые в поисках лекарства от свирепствовавшего на тот момент в Европе сифилиса получают препарат Сальварсан. С современной точки зрения как раз-таки Сальварсан антибиотиком не будет, это полностью синтетический препарат, но он, или его еще второе название, внутреннее лабораторное, это препарат 606. Это его порядковый номер в числе испытанных препаратов. Ну, вдаваясь, опять же, немножко в подробности, с современной точки зрения принимать этот препарат сугубо не стоит, потому что содержание мышьяка по массе составляет примерно 32%. Да, то есть, это, в общем-то, мышьяк, хотя и слегка сдобренный запасами органических соединений. Тем не менее, бледная спирохет на нее реагировала весьма нехорошо, помирала она, и поэтому в лечении он использовался, Сальварсан использовался для лечения сифилиса порядка 30 лет. Ну, он был гораздо лучшей альтернативой, чем пропаривание над ванной с ртутью. До этого, да, лечили сифилис именно так, то есть, больной подвешивался на специальной решеточке, над большой ванной заполненной ртутью, ртуть нагревалась, и пары ртути, попадая в раны, в общем-то, вызывали гипербледность спирохеты. Ну, иногда, конечно, вызывали гибель больного, но, что поделать, средние века достаточно просто относились к жизни. Ну, в частности, лирическое отступление при переливании крови, например, человеку вполне себе испытывали, что будет этот человек переливать кровь барана. История утверждает, что были выжившие. Ну, и, наконец, герой дня Александр Флеминг, который в 1929 году в ходе знаменитой случайности открывает пенициллин. Открывает вещество бензин-пенициллин. Ну, следует отметить, кстати, что Флемингу вообще везло до случайности. Видимо, он был очень неаккуратным товарищем, и его неаккуратность имела золотое дно. В частности, дело в том, что перед непосредственно открытием пенициллина и перед Второй мировой войной Александр Флеминг открывает другое вещество, обладающее антимикробной активностью. Это вещество лизоцим. Слышали, возможно? То есть это вещество, которое вызывает распад лизис бактериальных клеток. И по легенде открыл он следующим образом. Он страдал насморком, и во время работы с чашкой Петри с колонией бактерий у него с носа капнула капля слизи, попав прямо на питательную среду. И когда он через какое-то время, ну, решил уж, ладно, ну, капнула, капнула, бывает, чашку Петри закрыв, термостат поставил, а когда достал, оказалось, что вокруг места падения капли имеется зона, где отсутствует рост бактерий. Он тут же подумал, это не просто так. И после этого в Лондоне даже открылись так называемые набор плакальщиц, когда женщины приходили и за небольшие деньги плакали в пробирку для Александра Флеминга, после чего он слезы их перегонял, получая из них лизоцим. Соответственно, с пенициллином история гласит о том, что крошки заплесневого хлеба попали, опять же, на питательную среду, и вокруг вот этих комочков плесени то также отсутствовал рост бактерий. Что, опять же, Александра Флеминга натолкнула на идею, тем более все-таки идея витает в воздухе, Гози уже с грибами рода пенициллиум работал. Он предположил, что действительно, видимо, в этих грибах содержатся какие-то препараты, которые рост бактерий подавляют. Но, и вот здесь, кстати, возникает как раз спорный момент, почему, когда вручали Нобелевскую премию за пенициллин, мы видим здесь не только Александра Флеминга, но и еще других людей, которые тоже получают Нобелевскую премию. Дело в том, что сам Флеминг не сумел получить пенициллин. То есть, да, он открыл, даже сумел как бы доказать, что именно это вещество, то есть именно бензилпенициллин является основным действующим агентом, но получить препарат пенициллина не сумел. Причем, открыл в 29-м году, а даже в 40-м году препарата пенициллина еще не было. И здесь на сцену выходят еще два героя. Это, соответственно, Эрнст Борис Чейн. Ну, маленький повод для гордости. Борис Чейн был представителем еврейской нации. Его отец эмигрировал в Германию, если мне не изменяет память, из Одессы, где, в общем-то, стал достаточно успешным биохимиком. И Эрнсту долгое время, кстати, пророчили карьеру музыканта. С ним долго и тщательно занимались музыкой. Но, наконец, он не выдержал, сказал, нет, музыка это не мое, я тоже хочу быть химиком. И стал выдающимся биохимиком. Ну, с началом событий в Германии с приходом к власти нацистов Чейн вынужден был из Германии эмигрировать, перебрался в Англию, где, в общем-то, на него обращает внимание барон Флори и направляет его в лабораторию, где работал в том числе и Александр Флеминг. И достаточно быстро Чейн начинает интересоваться пенициллином. Причем сам Флеминг утверждал, что никаких перспектив у пенициллина нет, что у него не удается получить пенициллин никоим образом в виде стабильного препарата, и не исключено, что это вообще невозможно. В ответ на это Чейн заявляет, что раз невозможно, значит, вы недостаточно хороший биохимик. Ну, что поделать, традиции XIX века в научных сообществах еще сохранялись. Ну, опять же, на правах лирического отступления в свое время Мечников и Пастер друг к другу в полном смысле этого слова вцепились в бороды на обсуждение того, что же является природой иммунитета. Вот, то есть... А в те времена ученые были людьми достаточно солидными и крупными, поэтому Конгрессы, да, иногда доходили и до практически рукопашной. Так вот, Чейн заявляет, что пенициллин получить возможно, и в 42-м году, вру, даже раньше, в 40-м году получает препарат кристаллического бензилпенициллина. Проводит испытания на мышах. К тому моменту уже начинается Вторая мировая война, уже идут бомбежки Англии. Поэтому понятно, что антимикробный препарат, способный подавлять деятельность гнилостных вызывая гнойно-воспалительные процессы бактерий, чрезвычайно актуален. И, в общем-то, проходит в том числе первое испытание бензилпенициллина на людях. Ну, трагическая достаточно история. Оксфордский полицейский страдал непроходящими заедами на углу лица. Гнойный процесс постепенно распространился. Дошел до плеча с переходом на грудь. В общем-то, температура не спадающая в районе 38-39. В общем-то, медицина уже сказала, мы сделать не можем ничего. Имеет место достаточно обширный сепсис. Мы не знаем, что делать. И из Оксфорда передается препарат пенициллина, который начинает вводить этому полицейскому. Мгновенно практически следует улучшение состояния. Но в самый ответственный момент пенициллин заканчивается, и полицейский погибает. В ходе войны, то есть после 40-го года, Чейн перебирается в Америку, потому что осознает, что в Англии получить и начать массовое производство пенициллина возможности нет. Тогда Америка действительно предлагает ему и лабораторные, и производственные мощности. Что, собственно, в это время за океаном? За океаном прошу прощения, я тут немножко подглядываю. Фармацевтическая компания МЕРК, кто с медициной связан или хотя бы с большим количеством лекарств, знает, что она и по сию пору жива. Это одна из крупнейших фармкорпораций мира. Также занимается работами по поиску антимикробных химиопрепаратов. И здесь их форвардом является Селман-Ваксман, который в отличие от Александра Флеминга работает не с грибками рода пенициллиум, а с представителями стрептомицетов. И к тому моменту уже, в общем-то, успешно получил препарат, обладающий антимикробной активностью, это актиномицин. Но чистого препарата по-прежнему пока еще нет. И, соответственно, чейн по протекции флори, кстати, интересный нюанс, на получение пенициллина, собственно, на развертанное непосредственно производство, на работе чейна, барон флори сумел получить государственный грант в размере 35 фунтов. Не тысячи фунтов. То есть, тот пенициллин, которым пытались лечить полицейского, как раз на этот грант, среди всего прочего, был получен. Так вот, Ваксман, в общем-то, оценивает работу чейна очень высоко, хотя и продолжает свою. И чейну позволяют на базе мощностей мерк попытаться развернуть промышленное производство препарата пенициллина. В общем-то, развертанное проходит достаточно успешно. И здесь уже испытания на людях проходят гораздо более романтически. В частности, у близкого друга Ваксмана супруга в ходе неудачных родов у нее начинает развиваться сепсис, причем достаточно серьезный. Ну, я не знаю, скажет вам это что-то или нет. Кровь человека в норме стерильна. При высевании препаратов ее крови обсемененность крови составляла 12 колоний образующих единиц, то есть 12 бактерий на миллилитр. В норме стерильная кровь. То есть, в общем-то, врачи, так же, как и в Лондоне, говорят, мы сделать уже не можем ничего. Это уже не в нашей компетенции. И здесь из лаборатории МЕРК поступает пенициллин, который действительно буквально за пару недель женщину полностью вылечивает. Кровь вновь стерильна, бактерии не высеваются. То есть, успех. После этого тут же начинается массовое развертывание пенициллина. В общем-то, есть такие инсинуации на тему того, что проклятые американцы перекупили чейна, а ведь англичане могли. Более того, в это время в России тоже идут работы по поиску антибиотиков. В частности, вырабатывается отечественный аналог пенициллина крустацин. Но заслуга именно американской промышленности в том, что они не только позволили именно получить пенициллин, они позволили начать его промышленное производство. И уже в 1944 году знаменитый прецедент, когда в ходе высадки в Италии итальянские партизаны захватывают грузовик, который буквально наполнен ампулами с пенициллином. То есть уже промышленные масштабы, уже тысячи спасенных жизней. Сам ВАКСМО, кстати, своей работой не остановил. И в 50-е годы он также получает Нобелевскую премию. Кроме того, именно ВАКСМО является автором термина антибиотик. Ну, это, собственно, награда победителям. Это Александр Флеминг сотоварищи, то есть это Чейн и Барон Флори получают Нобелевскую премию. Это было в 1945 году. Ну, это все предание старины глубокой. Что сейчас с антибиотиками? В настоящее время зарегистрировано уже более 7 тысяч препаратов, относящихся к разным группам только микробного происхождения, то есть это только получаемое от различных микроорганизмов, а есть еще и растительного происхождения, есть и полностью синтетические препараты, которые могут оказывать антимикробное действие. Из них порядка 160 являются официально зарегистрированными препаратами для применения, для лечения человека. Ну, вот здесь как бы на слайде представлены просто разные варианты групп. Ну, к сожалению, да, не очень видны надписи. В настоящее время действительно антибиотики, пожалуй, проще перечислять даже не по собственным названиям, которых очень много, а по группам. То есть, ну, разумеется, группа пенициллины, это далее группа стрептомицины. Стрептомицин стал первым препаратом, который был эффективен для лечения, в общем-то, черной смерти, для лечения чумы. И в свое время, когда в Казахстане в 51-м, если не ошибаюсь, году началась эпидемия чумы, в общем-то, Соединенные Штаты действительно прислали 10 миллионов доз стрептомицина для ликвидации эпидемии. Затем это макролиды, фторхиналоны, множество различных препаратов, у них у всех разные механизмы действия. Объединяет их то, что они действительно все могут подавлять работу микроорганизмов. Ну, наверное, имеет смысл хотя бы пару слов сказать о том, как их классифицируют. Способов классификации множество. То, что я вам перечислял, то есть это пенициллин, стрептомицин и прочее, это классификация на основе химического строения, то есть потому, что является основным действующим веществом. Кроме этого, выделяют по воздействию на микроорганизмы на бактериостатические и бактерицидные антибиотики. Бактериостатические останавливают рост бактерий, бактерицидные убивают бактерий. Ну, в общем-то, почему, кстати, нужны бактериостатические антибиотики? Интересно, может возникнуть вопрос, да, почему бы сразу не убивать бактерии? Они же плохие. Дело в том, что при гибели бактерий образующиеся продукты, собственно, их распаду бактериальных клеток часто оказывают гораздо более токсическое действие, чем сами токсины бактерий. И часто, собственно, начало приема мощных антибиотиков может сопровождаться тем, что человек умер от токсического шока. Поэтому действительно существуют бактериостатики. То есть, при сильной пораженности бактерии сначала останавливают их рост, а потом уже начинают потихонечку от них избавляться. Но главной проблемой антибиотиков и антибиотикотерапии является то, что мы имеем дело с живой системой. Бактерии живые, и как на любое живое существо, для них характерна приспособляемость. Поэтому бактерии к небогоприятным условиям, а именно к антибиотикам, начинают приспосабливаться. Ну, здесь на слайде как бы виден пример одного из классических тестов на устойчивость к антибиотикам. Это так называемый дисковый тест, когда на чашку Петри с питательной средой засевают бактерии и накладывают диски, пропитанные различными антибиотиками. Я не знаю, видно, нет ли, то есть, видно, что надписи есть. амоксициллин, гентамицин. Так. Остальных, честно говоря, на вскидку не помню. Вот, по-моему, цифры флоксацин. И вот можно увидеть, что амоксициллин в данном случае на бактерии влияние практически не оказывает. То есть, бактерии не растут только буквально вдоль границы диска, то есть, только там, где концентрация антибиотик максимальна. Откуда это взялось? Ну, да, бактерии приспосабливаются. знаменитый, один из наиболее изученных механец устойчивости. Это устойчивость к бета-локтамным антибиотикам, к которым относится пенициллин. Это бактерии достаточно быстро научились вырабатывать фермент, который разрушает основную часть антибиотик, собственно, бета-локтамное кольцо. То есть, появились так называемые бета-локтамазы. И бактерии, в полном смысле этого слова, начали успешно антибиотиками питаться. на данный момент из таких вот именно с активными бета-локтамами пожалуй, самым громким, самым страшным является это МРСА, это метициллин резистентный золотистый стафилококк, очень мерзкий микроорганизм, вызывающий гнойные поражения. Я подозреваю, у 90% здесь присутствующих он в организмах есть. Он является, ну, среди всего прочего, частью нормальной микрофлоры человека. Но, если дать ему волю, он человека успешно съедает заживо. Так вот, откуда, среди всего прочего, такая устойчивость к антибиотикам берется? Таинственная диаграмма это, собственно, распределение назначения антибиотиков в мире по массе. То есть, это не в процентах, это именно масса. Таинственная прошу прощения, то есть, синий сектор это использование в животноводстве. На данный момент, но сразу предупреждает по состоянию на 2008 год, не совсем-совсем свежее, использование антибиотиков в животноводстве составляло 13,5 тысяч тонн в год. Причем, поскольку в отличие от медицины требований к безопасности в животноводстве намного меньше, то многие даже вновь разработанные антибиотики в первую очередь идут куда? Разумеется, для лечения горячо всеми любимых коров и свиней. Ну, потому что лицензировать проще. В частности, для того, чтобы получить лицензию для применения для лечения человека, необходимо, без меньшей любви, самое минимальное это 8 лет исследований. То есть, это минимум 8 лет оплачиваемых исследований на добровольцах. Соответственно, в животноводстве, ну, во-первых, корове платить не надо за то, что ее лечат, а человеку надо. Далее, соответственно, это все-таки медицина. Человек тоже достаточно солидно потребляет антибиотики. Сейчас скажу точнее, сколько у нас медицина потребляет. Медицина потребляет примерно 3000 тонн антибиотиков в год. Далее, это прудовые хозяйства, водные хозяйства. Это ветеринария. Наши домашние животные тоже пользуются антибиотиками. И, наконец, немножечко в растеневодстве. И там антибиотики успевают сметиться. Ну, немножечко это 70 тонн в год. Так вот, поэтому, действительно, антибиотикорезистентность это очень-очень большая проблема. И в настоящее время все больше появляется бактерий, которые действительно к антибиотикам устойчивы. Правда, здесь следует упомянуть, что во-первых, это в первую очередь не такие страшные бактерии, как, допустим, возбудитель чумы или сибирской язвы. Это гораздо более бытовые возбудители. То есть, это те же стрептококи, стафилококи, кишечная палочка, псевдомонады, псевдомоносаэрогенозы. Но, в общем-то, от этого они не становятся менее страшными, потому что, действительно, они склонны к развитию хронических инфекций. Вот хронические инфекции без участия антибиотиков, здесь уже человек сам выздороветь никогда не сможет. А поскольку антибиотики не работают, то жить вы будете плохо, но недолго. Что делать? То есть, дело в том, что одна из причин вот этой катастрофической ситуации с антибиотиками это то, что люди их, среди всего прочего, неправильно используют. Как? Что вы можете сделать? в первую очередь никогда ни при каких условиях не используйте антибиотики сами. Потому что антибиотики давно стали такой золотой таблеткой, что у меня поднималась температура, схожу-ка я в аптеку, возьму антибиотик посильнее, его съем, и мне сразу же полегчает. И действительно полегчает в большинстве случаев. Если не полегчало, то вы все это спишите на то, что фальшивый антибиотик попался. А ситуация на самом деле состоит в том, что подобный прием, не спровоцированный и неправильный, он как раз является идеальной средой отбора для устойчивых штаммов бактерий. Далее, следующий, еще, пожалуй, более важный пункт, который я специально даже выделил, он еще важнее, чем не ешьте их просто так, это никогда, ни при каких условиях нельзя прекращать прием антибиотика, если вам стало лучше. Потому что вам станет лучше на второй, третий день, если антибиотик работает. И человеку стало лучше, температура нет, в город не першит, что мы делаем? Чего доедать-то эту упаковку с антибиотиками? Там 20 таблеток, это же еще 3-4 дня надо постоянно себе напоминать о том, что надо антибиотик съесть. Зачем? Я же уже выздоровел. А ситуация сводится к чему? Антибиотик поддержал высокую концентрацию, соответственно, большая часть бактерий погибла, остались только наиболее стойкие марксисты, они уже не в состоянии делать вам совсем плохо, вы антибиотик пить прекратили и размножились те, кто был хотя бы сколько-то устойчив к этому антибиотику. Так, 3-4 раза и вы с интересом увидите, что на вас антибиотик действовать перестал. Далее. Ну вот второй пункт, он такой чуть более неоднозначный. Почему? Дело в том, что, опять же, след разделяет два типа болезней. Это острые стадии и хронические стадии. И понятно, что если в реанимационном отделении лежит больной с полостной операцией, у которого уже температура под 40 и обширный сепсис, никто ждать результатов бактериального посева никогда не будет. Ему назначат антибиотики широкого спектра действий, если они не работают, ему назначат антибиотики резерва, которые никому никогда не применяют, чтобы не было устойчивости. И просто хотя бы постараются, чтобы он дожил до состояния, когда будут какие-то результаты. То есть, понятно, что здесь антибиотики начнут применять сразу, мгновенно. Если речь идет о хронической инфекции, то есть, хронический воспалительный процесс, вот гниет человек и гниет, вроде бы и не то, чтобы сильно, но постоянно. вот здесь имеет смысл именно обратиться с просьбой о бактериальном посеве для выделения собственно возбудителя и для определения антибиотикограммы этого возбудителя. То есть, для ответа на вопрос, а чем собственно его эффективно лечить. И ну общее правило на самом деле для всех лекарств. Если уж вы взялись их принимать, то применяйте их так, как положено. То есть, строго соблюдая время, назначение и так далее. Вот, кстати, тоже небольшой такой экскурс. Дело в том, что сейчас, в том числе в социальных сетях, стали популярны такие вещи. Даешь дешевые аналоги дорогих лекарств. То есть, даешь вместо дротоверина ножпу, даешь азитромицин вместо суммамеда. Да, суммамед стоит 600 рублей упаковка, азитромицин стоит 25 рублей упаковка. Действующее вещество одно и то же. А вот теперь ответ, почему надо покупать суммамед. Дело в том, что азитромицин в желудке человека разрушается. И эффективно азитромицин будет на вас действовать в том и только в том случае, если у вас идеальное состояние желудка. Никаких повышенных кислотностей, никаких пониженных кислотностей, никакой язвы и так далее и тому подобное. Если у вас этого ничего нет, покупайте азитромицин за 25 рублей и он на вас будет действовать. Если у вас что-то из этого есть, то 80% азитромицин, который должен был на вас действовать, у вас отправится по кишечнику дальше и на выход. Он просто не попадет к вам в организм либо будет разрушен. И большая часть 600 рублей из упаковки суммамеда это прежде всего вещества, которые локально делают так, что у вас в желудке все как должно быть. Соответственно, понятно, что эти дорогие многослойные таблетки можно прекрасно заменить азитромицином сформованным прессом с мелом. Действие уже вещества осталось и да, бактерии он подавляет. Но не всегда. Так, следующий пункт, который я не мог не упомянуть. Есть ли альтернатива этим страшным антибиотикам? Потому что да, антибиотик действительно страшная вещь. Они вызывают во-первых устойчивость у бактерий, они у человека могут вызывать аллергические реакции. Более того, поскольку многие антибиотики химически являются очень похожими веществами, они могут вызывать перекрестные аллергические реакции. То есть, у вас аллергия на пенициллин, но при этом весь спектр бета-локтавных антибиотик будет вызывать у вас аллергию. Просто потому, что они химически похожи. Кроме того, тоже еще один пункт, антибиотики успешно у человека вызывают дисбиозы, то есть, нарушение его собственной микрофлоры, что сопровождается как минимум поносом и вообще общим плохим состоянием. То есть, плохо себя человек чувствует, когда антибиотики потребляет. Альтернативной этому является возможное использование бактериофагов. Бактериофаги это вирусы, которые поражают бактерии, питаются они. Но, если быть точным, то даже не питаются, а размножаются они с их помощью. почему антибиотики повсеместно не вытеснены бактериофагами? Дело в том, что бактериофаги, в отличие от антибиотиков, не существует такого понятия, как бактериофаг широкого спектра действия. Каждый бактериофаг питается только своей бактерией. Другие бактерии он будет игнорировать. Поэтому здесь будет или угадай-ка, мы угадали, какая у нас бактерия приняла нужный бактериофаг, или сейчас эту проблему пытаются решать созданием комплексных препаратов, в которых несколько разных бактериофагов собраны вместе, хоть один да угадали. Либо альтернативный путь, опять же, при тех же тяжелых хронических инфекциях у нас есть время, чтобы провести фаготипирование, чтобы определить, какой бактериофаг работает. И да, он будет работать. Так, ну и если вас заинтересовал вопрос антибиотиков, что можно вообще почитать? Ну, краткие комментарии. Это, в общем-то, сайт Межрегиональной Ассоциации по антимикробной химиотерапии, антибиотикорезистентности. Эти люди в России, наверное, все знают про антибиотики, а что не знают, то исследуют. Если вы считаете, что они недостаточно квалифицированы, то вот это база Национальной Медицинской Библиотеки Соединенных Штатов. Все, что там есть, ну, это гигабайты статьи, причем очень много из этого в открытом доступе, все это обзорные статьи, там совершенно спокойно дают почитать, недостаток будет один. Мунспик. Придется читать это на английском, в лучшем случае. В худшем случае на китайском. На китайском статье там тоже есть. Ну и если вы заинтересовались темой, но не прямо именно антибиотиками, ответом на вопрос, как именно вторхиналоны подавляют рост кишечной палочки в мочевыводящих путях человека, то сайт русского медицинского журнала это в общем-то источник пожалуй наиболее таких серьезных исследований по медицине, причем сугубо прикладных, которые вы в Рунете в общем-то можете посмотреть. Ну на этом наверное собственно лекция у меня все. Сильное выскочило за регламент. Спасибо.